Доброго времени суток Переиграли Манки Бизнеса счетом 2-0 А Нинджас и Пижама с таким же счетом Переиграли Эмпайр В полуфинале ВП сыграет с Нипами И сегодня еще два четвертьфинала На ваших экранах Сначала мы с вами посмотрим За игрой Вега Сквадрон против Альянс А потом Нави Сикрет Это конечно будет рвань, огонь Кровь в кишки и все остальное Первая официальная игра Сикрет В новом составе Этернал Энви в Сикрет Ну и собственно Антуражика мне не надо добавлять Вы сами понимаете что будет происходить Так же как вчера Кто смотрел нас вчера Сразу же прошу прощения за Формат трансляции Я думаю вы со вчерашнего дня Еще помните что В отличии от всех других турниров К сожалению Ну или может быть к радости Как кому Для вас Мы комментируем по Клинфиду Поэтому Качество Не самое Лучшее Является Но опять таки Остается мне только Попросить прощения за качество И Надеяться что вы поймете И простите И все Будет Хорошо Ну что Пики Тускар Герокоптер Винтер Виверна Квин оф Пейн От Альянс Лина Фантом Лайнс Шторм Спирит От Веги Сквадрон Вы знаете Это чудесный пик Веги Вы знаете что Вега собрались на буткемпе Я думаю вы все видели уже Фотографии В твиттере В инстаграме Веги Так что С Ланой им играть Конечно же Поприятнее Вы знаете что Вега готовится Вега готовится К поездке В Нью-Йорк Осталось две недели До ландфинала В ESL И ребята Очень серьезно готовятся Мы тут Общались Встречались на днях С Магом Маг рассказывал про то что Серьезный настрой команды И в принципе Они очень хотят Показать себя С лучшей стороны Так что Удачи Что тут еще можно сказать Резерве Альянсы Вернулись Ну и бруда От Альянса Да Будет интересно Вы знаете Действительно Не самый лучший герой Сайленсер Против бруды Будем откровенны Ну и последний пик Вега Складрон Спирит брейкер Это Спирит брейкер Хмм Для мага Я так понимаю Да Это действительно Будет спирит брейкер На мага Посмотрим Как пойдет дальше Да Я буду комментировать Эту игру Один Не получается УНС Сегодня Поэтому я буду Один комментировать Эту игру Для вас Возможно Ко мне Присоединиться Кто-то Кто-то Попозже Ну Посмотрим Посмотрим Да Я понимаю Что фоновые звуки У меня тут Окно просто приоткрыто И ездят машины Сейчас мы окно прикроем Не будем вам мешать Никакой фон Очень чувствительный У меня Микрофон Уши извините Ну что же Вега Складрон Против The Alliance Best of 3 Начинаем Смотреть Эту игру С вами Прямо Сейчас Еще раз Напомню Что Работаем По Клинфиду Поэтому К сожалению Вы будете В правом Нижнем углу Экрана Видеть Надпись Капиталист И дурка Ну Комментирую я Явно Не капиталист И явно Не дурка Аки Мы видим Быстренько Опять таки Очень часто Да Говорили мы о том Что в Европе Происходит Это очень часто Но происходит Не только в Европе А видим Что залетел Аки Сразу же На Т1 Тауэр Поставил Вард А вот тут На хайграунде Чтобы иметь Более-менее Какой-то Вижен Сразу же В мире Ой боже Простите Чтобы иметь Вижен Ну и тут же Тыкает Вард Мы видим Сема Но Аки Уже об этом Хорошо знает Осведомлены С4 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 Да На что спирить Конечно Паша А у альянцев С4 Играет на Queen of Pain Из того Что мы увидели Пока Аки Играет на Винтер Виверне Что там По другим героям Пока Пока еще Мы не увидели Что там По другим героям Так Ну что же Сема НО В миде Пока вдвоем А вот это Очень интересное Решение От команды Вега Вега Вят Парк 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 Вега В Native Парк 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Работать у меня тут случилась маленькая техническая погрешность. Все уже хорошо. Спасибо всем, кто сразу же отписал о том, что не было буквально минутку звука. Отсоединился у меня просто кабель от микрофона. Я очень сильно прошу прощения. Я бы и не заметил этого в жизни, потому что, ну, просто отсоединился кабель сам по себе. Уже должно быть все хорошо и вы должны меня нормально слышать. Все отлично. Ладно, я расскажу, наверное, то, что вы не услышали, потому что я тут активно комментировал, не замечая о том, что вы меня не слышите. Так вот, у Паши все отлично. На линии Паша имеет 19 на 5. Мидим Бульдог пытается его заплевывать. Интересно, здесь стояли два варда, которые друг друга не увидели. Ну и в миде, в миде стоит отметить, что вы смотрите. У Фантом Лайнсера Крипстат лучше, чем у Кридбэй. А вот это уже интересно. Так, Аки на Виверни перетягивается на топ. Будет стараться, опять-таки, здесь побить Мага. Магу уже позволяет себе немножко понаглеять. Здесь хорошие пулы от Майнаца. Магу надо быть, конечно, в первую очередь осторожным. Но вот Майнаца может подраться. Аки, рядом. Аки, проблема, подпёрно. Маг, конечно, разгон он стреляет на потом, но будут еще четыре. И Маг просто побегает, опять-таки, на мидлейн. Ну, в любом случае, Андрей здесь получает эти пулы. И это самое главное. Да, несколько раз страдал. Ну, вот, кстати, С4, ну, 12 секунд. Блинка, первый левел, блинка, пятый левел. Прыгать, конечно, он за магом не будет. Никто за магом вообще не пойдет. Сторг, сторг. Ну, там, Регенчик был, понимаете. Еще раз он крикнул. Мага, Бульдог! Бульдогу чуть пьют и не стан! Сема, The Slayer, First Blood вместе с Соло делают два саппорта команды. Vega Squadron. Достают они Адмирала Бульдога. И 1-0 счет. Ну, что же, я повторюсь еще один раз. Я думаю, мне много раз за день надо будет повторяться. Что, ребят, в отличие от всех других турниров, турнир ВЦА стримится, к сожалению, по Климфиду. То есть, организаторы нам дают картинку, и мы ее показываем вам. Мы не можем ее сделать лучше. И понятное дело, что она не самого идеального качества. Я прошу еще раз за это прощения. Мы ведем уже два дня переговоры с оргами на тему, чтобы все-таки как-то улучшили они качество этого Клинфида. И просто дали возможность нам стримить из лобби. Ну, мы очень-очень надеемся на то, что завтра уже все будет хорошо. Хотя я вчера тоже самое говорил. Ну, пока уж какое качество есть. Я прошу прощения. Это максимальное качество, которое я могу выдавить из картинки, из той, которую нам дают организаторы ВЦА. Ну, самое главное, что этот турнир стримится на русском языке. Потому что, с вами на вчерашнее утро, русскоязычных комментаторов у этого турнира вообще не было. И спасибо WCA, что все-таки вспомнили о существовании нас всех. И разрешили на русском языке официально комментировать этот турнир. И не пирать. Маг. Очередная попытка. Маг. Маг. Проблема. Чардж. Маг. Ну, и очередной раз убегает. Уже пятый раз, по-моему, маг убегает. Он застрает в лесах. И спокойненько здесь можно постоять. Пытается его найти. Очень четко все делает Андрюха. Очень четко. Надо прятаться дальше. Они не знают, где он. Вот, понимают, что он где-то здесь. Маг. Маг стоит. И побежал обратно на линию. Но вот не туда. Маг. И вот сейчас шардами. Нет, нету, нету маны. Нету маны. У майнаца на шарды ничего он не может сделать. Далеко уже отсюда S4. Очень хорошо все сделал здесь Андрей. И остается он в живых. Поводил за нас, скажем так, двух игроков команды Alliance. Ну, и счет по-прежнему 1-0 в пользу Веги. Но времени Альянсы потратили действительно много. Ну, ребят, ой-ой-ой. Так, просветили Бульдога. Бульдог зажимается. И огромные проблемы у Бульдога. Обрывается Шторм Спирит. И вот он еще один фраг на Адмирале Бульдоге. 2-0. Пока трипла работает хорошо. Да, ребят, на протяжении всего сегодняшнего дня и ночи, потому что я с вами в эфире приблизительно следующих 10 с половиной часов буду. Несколько матчей я откомментирую для вас. Общаемся в Твиттере с вами. Ну что? Шторм Спирит. Перетягивается тем временем в мидлейн. И посмотрим, будет ли какие-то попытки что-то придумать. Или это в первую очередь попытки позабирать стаки, которые мы в лесах там настакали ребята. Ну, скорее всего, так и есть. Скорее всего, это действительно в первую очередь стаки. Ну, зато отпускают Бульдога. Бульдог, как мы видим, пытается выйти все-таки в Сайленс. Ну, две Субимаски вряд ли. Это что-либо еще кроме Сайленса может быть. Вот смотрите, что будет происходить с Сайленсером, да? Вот так вот, а? Пол ХП. Тебе пачка пауч-кол. И Бульдог сейчас расплюнет, и Соло просто умрет. Вот так вот. Все очень просто. Это то, о чем я говорил, что Сайленсеру будет жутким образом сложно против Брут Назер. И главное не подставляться. Главное, чтобы всегда кто-то был рядом. То есть, можно кайтить. Действительно, можно кайтить на Сайленсера. То есть, ну, именно не кайтить, а вайтить на Сайленсера. То есть, выставлять куда-то Соло, как приманочку, чтобы Бульдог на него велся. Но для этого не нужны просветки. Для этого нужно пытать маг. На Котле. Ну, сразу что-то полетает, играет на этот раз с судьбой. Пробегает мимо С4, отталкивает его. И дальше, дальше, дальше в мидлейн. Здесь уже тиммейты с дабл дэмэджем, эти помогут. Третий левел есть у мага. Может он с этим третьим левелом уже более-менее показывать что-то. Ну, правда, второго левела Чарджи и первого левела Баш. Поэтому не так-то это и супер-круто. Такой. Позови ФНГ на Сау Кастера. Я бы с радостью. Артемка, если не тренируется, если будет свободен, я думаю, обязательно ворвется, обязательно покомментирует с нами. Ой, хорошо, Паша проиграет, ворует инвизу, улетает отсюда. Тут же стоит Сема на хайграунде. Шестой левел, кстати, уже Сема, вы знаете, надо бы Семе-то быть поосторожнее. Точнее, перед Семой надо быть поосторожнее, потому что Сема, Сема уже может и людей-то убивать, причем серьезно так может убивать. Ну что, Паша, 4300 нетворса. Мы видим, что Лина 1600 имеет нетворса. В принципе, неплохо, но у Лины и у Сайенсера, что самое главное, нетворс намного выше, чем у спорта команды Альянс, который пока никакой пользы не приносит. Ну, Бруда 2900, Бруда, да, Бруда, свое дело делает. Так, ну что, Лода, в Сайенсере, Лода пытается расстреливать людей, проблемы огромные, но Уана, но Уан погибает, втроем его зажали здесь Альянсы, Паша никого пока не бьет, Паша врывается, врывается в одного Майнаца, Паша пытается убить Майнаца, Майнац спрятался, катится в Пашу, Паша все еще жив, Бруда за ним, здесь же Queen of Pain убивает также Пашу, ну вот нужно убивать Густава, он без блинка. Сейчас будет в Сайенсере, но нечем просто-напросто бить здесь С4, это 3 пока в 1, расстреливает Лода дальше людей, Маг и Сема проседает, но еще один фраг делает Миробульдог, Маг остается один, его тоже расстреливает, Маг пытается убежать подальше отсюда, здесь его по дороге будет уже ждать Густав, крикнул Густав, пробил Мага и еще один удар надо сделать по Магу, ой, прыгнул просто-напросто здесь С4 и тут же застанился, он просто об корову, в любом случае 4 в 1, драка. Драка, драка, драка пошла Не очень Хорошо Жаль Жаль, слишком сумбурно все начиналось Ну вот как-то так пошло Так, Паша, продолжай, тут паучков фармить можно? Паша Так, глобал пошел, а зачем глобал, а зачем глобал, чтобы Пашу не убили, есть ультимейт майнация, убили майнация, ну в принципе тоже неплохо Майнация, которые должны знать, что рядом Бруда, должны догадываться, что она рядом, просветки нет, у Паши нет маны и Бруду в принципе цепануть фактически нечем, поэтому... Смотрим дальше Все, ума, Бульдога пробил, не знает Бульдог, не знает, что он пробил, но он его пробил Ой, Бульдог тут, вы посмотрите, такой просто кэшзапес, прям заныкался и сидит здесь, не вылазит и так далее У Бульдога, кстати, 3 900 натворца, у него больше, чем у Ноуана, это очень неплохо И Бульдог пока действует прям очень хорошо Так, Соло, тем временем, тоже имеет шестой, но мы уже видели, да, глобалы уже были, есть поташечка у него Пока, больше какой пользы Соло принести не может, не знаю, будет ли здесь выходить он у нас в Нидас или в Аганим сразу То есть, или же просто будет фулсап, я не знаю Это еще так, ворвались, нет, не ворвались, это просто летает здесь Паша, но опять-таки, из-за того, что нет Вижена, из-за того, что не доконтраливает немножечко Бульдога По-прежнему фармит он спокойно чужие леса и очень хорошо это получается у Бульдожки Прям невероятным образом хорошо, Лода и тиммейты в Смоуке Атака, чужие леса, Соло, прыгает на штаб вперед, Соло нужно столько сделать, поближе смерти Папа, культанула, Соло по-прежнему жив, только сейчас его расстреливают Соло пытается избивать Бульдога, но мы видим, что, конечно, никакого, мало у него дэмиджа Очень быстрый, получается минусы, в принципе, без проблем И забирают нас Сайлансера и отходят Альянс, точнее, не отходят, а пойдут они, наверное, забирать Т-1 тавер на нижней линии у команды Вега Складрон Маг пока не имеет левела, маг пока сделать ничего не может, маг пока всю игру просто убегает от людей И это неприкольно Что ж, спрашивайте, вы в Твиттере у меня, что я ожидает Нейшнс Капа, как те украинские сады? Ну, ребят, это такой себе проект, но вы сами понимаете, что в нынешних условиях очень мало времени у команды для того, чтобы где-то играть Сегодня с Resolution мы виделись, общались На эту тему он говорит, ну вот, у нас сегодня должна была быть игра, ну, поста игры на ВЦА, фаник игры на ВЦА Билл не может, никто не может Ой, хорошо, ой, как хорошо, ну вы посмотрите, как это выглядело круто Квапа умерла уже после блинка, она успела блинкануться до смерти, но приземлилась уже мёртвая И делает Сёма такой чёткий фраг на С4, ну, действительно, такие фраги, они очень-очень полезные, да И Сёма 1500 голды имеет, не знаю, во что эта Лина опять-таки пойдёт Но такая-то суппорт Лина, которая превращается с четвёртого номера в внезапного голоса Микери И это, это очень даже неплохо Так вот, Nations Cup это хорошая идея, раньше они были довольно популярны То есть в году ещё в 2009-м сборная Украины неплохо играла, да, сборная России был хороший состав Сейчас, ну, откровенно говоря, ну, это чисто фан и какой-то серьёзный, там, турнир на... На этом не сделать Скажем так, потому что, понятное дело, никто там не будет в матчах сборных каких-то условных Надо то, что времени очень мало на это, да Там какие-то страты полить, очень там рассказывать и так далее Так что, ну, ради удовольствия посмотреть можно Ну что, что там спирит? По-прежнему Паша не знает толком, как, что ему делать Бульдог по-прежнему полностью испепеляет лес противника И у Бульдога уже 5200, вы знаете, Лода уже уходит очень далеко вперёд 7300 метворса, и всё хуже и хуже Дела идут у команды Вега Сквадрон Ну, правда, держится пока Ноуан на уровне, но, опять-таки, вот этого уровня может быть мало Так, Аки, отлично, поймали Аки, очень быстро его убили, не жалеет ультимейтом Ноуан Ой, Семес Слейер, извините, конечно же, быстро поймал, щёлкнул, убил и по кулдауну ульталины, пока фраги клепаются 7-6, Вега впереди Ну что, в миде, ноуан пытается дальше фармить, 5500 метворса имеется В принципе, неплохо, больше напиток, чем у Queen of Pain Да, не самая удачная игра пока от С4 Но он отыграется, в этом мы не сомневаемся Этот умеет, этот могёт И этот отыграется точно Тут вообще не стоит сомневаться А вот тут смоук от команды Вега Ну, там они по варду же прошлись в миде, должны, понимаете, сейчас спалят бруда Вот она просветка, видно брудмазер, надо что-то сделать с ней Надо что-то сделать, копьё, есть разгон Вот, да, гнали, всё, на бульдога, ну и первый раз они наказываются За вот эти вот попытки полностью зафармить чужелест Посмотрите, опять Сема за слейм забирает фраг Ну, знаете, смоук вчетвером убили одну бруду В принципе, могло быть и лучше, но уж есть как есть Бывало и похуже, тут тоже стоит сказать, кроветка Да, маг, наконец-то, немножечко может побить криповым, если он их увидел Говорит, спасибо, ребята, я убил третьего или четвертого крипа А у лоды готова Сенжин Яша Три фрага, два асиста, 112 крипов убитых, 26 добитых Есть рингов Аквила и лода скоро станет проблемой Но опять-таки, как справляться с гирокоптером, должны понимать, ребята из Веги Могут они его растягивать, действительно, есть кому пинтовать Действительно, если Phantom Lancer выйдет в свой прайм, тот самый супер-супер Того самого супер-ПЛа, который... Ой-ой-ой, поймали здесь Майнаца в Сайлентзе И он просто разваливается Отлично! Слушайте, а пока два саппорта и маг, если так вместе будут ходить, они будут неплохо отрабатывать Вот два фрага заработали, два опен-фрага без каких-либо разменов То есть Вега не унывает, что там они там вчетвером отдались, да, в миде несколько минут назад Они на месте не стоят, у Веги более-менее все неплохо на данный момент Ну что, спон, на топе, продолжай Подфармливать, здесь у Сдори Моуану появился уже второй бой в Фалакрике То есть появление диффузов не за горами Вот прям уже-уже Ну и ветра появляются тем временем у Густава на Queen of Pain, с чем мы его официально поздравляем Соло приобрел себе Клааку Хочет от того же Густава защищаться, да и не только от него Ну и Соло Такой себе, интересный товарищ Сайленса, да, я в самом начале сказал, что курсой Он, конечно, Ластвордом, курса у него даже не качаная Ну и мы видим график первый раз в игре Преимущество в какой-то момент было около даже трех тысяч у Альянсов Сейчас все подравнялось Тысяча голды, тысяча экспы Очень ровно идут команды Да, саппорт и Альянс сильно проседают Пока Майнац и Аки вообще пользы никакой в игре не приносят В отличии, да, от того же Семы и того же Соло Пока, пока в плане четвертой-пятой позиции переигрывает своих соперников Так, Маг палит движуху Маг покатились на него Маг очень больно Сейчас его застанет Маг и будет ли ультимейт на него тратиться Маг погибает и без ультимейта Лина получает Сайленс Проблемы могут быть у Лины Есть ультимейт, это минус Лина Также Соло дает глобал немножко поздновато Ну и догнать никого здесь не получится И не стоит Соло, боже, куда пошел Соло? Соло идет в самое пекло Там же его убивает Ветра подымает Шторма Шторм пытается забрать Майнаца Прячет его в Колд Эмбрейс Это уже минус 3 Квапа за Штормом Сайленс и он Слетит в него ракета Паша тоже здесь погибает Это полный провал Минус 4 Адмирал Бульдог делает трипл килл Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Нельзя так играть в игру под названием Дота 2 Как только что сыграли ребята из Вега Сквадрон Нельзя Ну 9-10 становится счет Альянсы здесь заработали Тысячи две с половиной Может быть даже три Нетворца Столько же наверное экспириенса И Видим все потуги команды Вега Сквадрон На все их попытки где-то выцеплять по одному Делать какие-то опен фраги Делать какие-то Размены в ноль Заканчивается тем, что они просто четвером отдаются Ну Надо было отдавать просто мага Когда его цепанули Когда он спалил Смоук Потом увидим Полетели И Лина сначала И Соло Просто пошел в атаку Как будто это Последний файт Пятой карты Гранд финала За Интернешнл Ну и закончилось все Плохо Ладно Три топ Нетворца На данный момент Это Нетворцы Это Кор герои команды Альянс Что интересно На всем месте Соло мид Штун Упэйн Не часто Такое увидишь Но Знает Знает Что делать Им Альянс Действительно Лода разгоняет Скачки В остатне Скоро будет очень тяжело Уже за десятки Лода Цепляет его Лода Надо сразу Бултовать него Лода Ультимейт Лода 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 Иии Неужели засейвили Лоду Только сейчас Он забирает На Майнатса Его надо Его надо Тоже бить Валрус Пан Что ли Сему Сема Может пытаться С Майнатсом Драться Разбивает Он Сигил Но тут уже Сфо И Сфо Конечно Убьет Сему Как минимум Соло Тоже остается Отрезан Соло Пытается С кем-то Драться Дает Глобал В Майнатса И еще Один Глейв Надо Чтобы долетел До Майнатса Соло Пытается Угнаться За Тускаром Но не получается У него Это Это Минус Два Шторм Спирит Без маны Паша Без маны Прячется Майнатс Еще застанет Пашу Подкидывает Его Тут же У нас На 1 На 1 Забирает Как минимум Майнатса Можно пытаться Еще постануть Сфо Сфо Есть еще Мана На блинку Ходит Сфо Ух Какой Получился Веселый Размен Но вы знаете Два Саппорта Разменяли На Лоду И На Майнатса Это Хорошо Единственный Минус В том Что Т2 Тауэр Снизу Забрал Адмирал Пульдог БКБ У него на подходе Ветра Появляется У Семы Сема Действительно Превращается Из Саппорт Лины В Такую Довольно Серьезную Лину Четвертой Позиции Которая Выйдет Кажется Наверное Аганим Ближайший В руль И Действительно Будет Очень Очень Неприятный Героев Справляться С ним Будет Жутко Тожело Это Факт Ну что С4 Бульдог И Майнатс Миссисаки Забирают Рошанчика Оставят Конечно Жу Густов На Кмин Оф Пейн Тайгес Оф Иммортал 11 12 Элиэн Спереди 23 минуты Игры За нами Ну вот Весели А как Оцениваешь Шансы Состава Сикрента Представить На предстоящем Мажоре Спрашивает Денис Давайте посмотрим Что произойдет Бульдогом Точнее Что произошло Все Майнатс Бульдога Просто так Нельзя Оцениваю Как очень Низкий Маг Проблемы У него Маг Пытается Сделать Тп Аут Шарик Дак Кап Конечно И это Еще один Фак Делают Ребята Из Залья Посыпались Посыпались Парни Как же так Как же так Ну действительно Как-то На ровном месте Возникают проблемы Абсолютно Непонятные Какие-то проблемы Ну Ну и почти Потеряли Т3 14-11 Счет Продолжаем Мы наблюдать За этой игрой Ну мне кажется Знаете С каждой минуты Что штанцев Все меньше И меньше Но Опять-таки Обратите внимание На все фраги Которые делают Альянсы Вот практически На все То есть Эти фраги Преимущественно Заслуга Именно самих Ребят из Вегас Квадрон То есть Действительно Много Не ошибается Если сыграть Немножечко Четче Немножечко Более Я не знаю Более Как-то По командам Что-ли Я даже не могу Найти правильное слово И постараться Как-то вот Не встревать По одному И не лезть Потому что Большинство фрагов Которые делали Массфайтов Как таковых Как таковых Толком не было А когда были Какие-то Зарубы 2-2-3-3-3 То для Бега Они проходили Хорошо А вот Когда они По одному Лезут Ну это понятно Что происходит Тебя Убивают Одного Лезут Второй Убивают Второго Лезут Третий Ну это же Я понимаю Что это Наш славный Православный Конвейер смерти Но Если вы умеете Показывать Конвейер смерти Не обязательно Его нужно Показывать Правильно Надо просто сказать Мы знаем Что это Но вот Мы видим Что Хотят Просто Показывать Его И Максимально Стараются Это сделать Что Паша С эскор Пвп Пошло серьезно Затягивание Сложность В любом случае Извинки Сайланс Поэтому Бить тяжелой Вы посмотрите Что он творит Вы посмотрите Что творит Паша Эсфо Это минус Оегис Нормально Я сильно Маны у Паши Малые Надо уходить Отсюда И делает Он Хорошо Забрал Оегис Очень четко Он прыгал Сразу же За аскон Он знал Куда Полетит Квин Оф Пейн Приблизительно И туда же За Густовом Прыг Густово Густово Такое Nothing special Действительно Много ошибается Есть сайланс Ты же можешь Реально Получить сайланс И тебе будет Ой как неприятно Как бы Да Но он понимает Что квопа Вряд ли Там Имеет Несколько Суппортов За своей спиной В соло Квопе Убить Шторма Будет тяжеловато Поэтому и рискует Он Правильно делает Он не рискует Тут Не пьет Шампанс Это мы Все хорошо знаем Да 127 Минута игры Вега Альянс 11-14 Преимущество Альянса Уже мы видим 8 Почти Тысяч На этом Морса Ну много Да По экспириенции Практически То же самое Поэтому Альянс Сейчас Действительно Попроще Могут И не ждать Рошан Кстати Да Сегодня ночью Патч Который Починил В конце концов Таймер на Рошана Мы говорим Вальва Спасибо Так Маг Поднимает его И ракета Принесет Как раз По таймингу Мага Не успеет Он не разогнаться Ничего Да Вот она Ракета И вот Сейчас Будет Он делать Чарж Маг Успеет Даггер За ними Опять С4 Прыгает Прямо Под этот Поезд Да и в итоге Мага Не догнали Маг Уходит Отсюда Урна На него Сверху Выживает Снимага Здесь пошла Драка Цепанули Майнац Майнац Спрячься В кейп Отходит Тут же Копье Копье Влетает В Аки Аки На хайграунд Влетает Опять Паша Есть Глобал Надо Надо Пытаться Кого-то Цепануть Аки Нет Аки Все Еще Жив Он В кейп Прячется И тут Остается Один Паша Он за Аки До конца Маны Мал Аквапа Ловит Его Аки Только Маг Сейчас Его Растоптал Сколько Времени Подратили Ребята С4 Догоняют Пашу Пашу Разорвало 4-2 Все Плохо Все Очень Очень Плохо Но Уже Драться Тяжеловато Да 17-13 Действительно Не хватает Дэмэджа Особо Много Пользы От Сайленсера Незаметно И Понимаем Что папа Ультом Наносит Просто Литейший Дэмэдж Видели Лина Ультанула Виверну В принципе Виверна Сказала Ну окей Жила Еще Невероятно Долго Заманивала На себя Абсолютно Всех В итоге Там Виверну Было Потрачено Прям Вообще Все Что Можно Можно было Потратить Виверну Таки Вкидобили Ой Миди Мага Поймали Два Сайленса Ну альянсы Подсобрались На сегодняшний матч И вчера В рамках Д2СЛ По-моему Если я не ошибаюсь Да В рамках Д2СЛ Они Стартовали Очень неудачно И проиграли Свою первую игру Альянс Там В групповом этапе Играли они Командой Приес Кстати Команда Приес Вы прямо сейчас Ее можете наблюдать На канале Старладер 1 Обязательно Включайте параллельный стрим Играет против Лемон Докс Это полуфинал Квалификации На Старладер Каспер Комментирует Эту игру для вас Так что Включайте Двич ТВ Слэш Старладер 1 На втором экране Обязательно смотрите За тем матчем Так же Следите за тем Кто выйдет В финал Квалификации На 13 сезон Стар серии 30 минут За нами Блэкинг Бар 3 300 У гирокоптера По-прежнему Сэнджин Яша И не грейдж Майморбит маска Лоди в принципе Грейдить ее не надо И так он себя неплохо Чувствует Ну что же дальше Что будут делать Вега Потому что Это действительно Интересный Момент Ну Вариантов В принципе Мало Фантом Лансер Очень слаб 11 тысяч Нетворца Вы понимаете Беда Тут 11 тысяч Преимущества Уже у Альянс Да И по Галде И по XP И ну Но в ПЛ Тараска На подходе Только Но Яши нету Какой-то Баттерфляя Нету Тревелов нету То есть да Непривычный Во-первых Фантом Лансер Потому что он без Тревелов Фантом Лансер С ПТ Мы же Отвыкли от таких Какие-то нетрадиционные Фантом Лансеры Ну уж Какие есть Такие и есть Ну что Продолжаем Смотреть игру И пока Дается Все сложно Надо наверное Как-то Веге Постараться Что-ли Повылавливать Вот Стоят Бои в миде Ну вот Бежит сюда Мак Посмотрите Мак заберет на хайграунд И не будет ЖХЛП Ну вот Мак сейчас Отменит Скорее Если разгон Да То есть Как-то Постараться Быстро Наброситься Выхватить Одного Убить Уйти Ну вот Как-то так Сделать Ну что По-другому Ну очень сложно Шторм Ворвался Куда Куда ж ты Ворвался Кучу маны Потратил Ничего не Произошло Мак разгоняется В эсфон Эсфон Нарвались Хорошо В саленце Эсфо Эсфо В кей прячет Он живой Мак уже погибает Лода просто Расстреливает людей Квин оф Пейн Хороший ультимейт Поймали Ноуана Ультимейт Виверны В ноуана Его тоже убили Соло Также отправляется В таверну Ну и Паша Паша хоть и фуловый Но фактически Не наносит Он здесь демедж Лина тоже Не ультанула В драке Не было Да и даже толком Там Ну и 13.21 Рошана Будут забирать Альянсы Ух Тяжело дается Первая игра Скажем откровенно Действительно Тяжело Курьера Альянсы Где-то забрали Тысячи колды Там было Что в Курьере было В Курьере был Кутерстав Для лоды О, кстати Оттянули лоди Появление бутерфля А у лоды был бы Уже Бабочка была бы Но мы видим У Патерстава не будет Ну если конечно Новый может купить Небольшая проблема Да Ну вот пошли уже Альянсы в активном нападении На данный момент Начинается Т1 Тавра И очень быстро И не сомневаюсь Заберут Так оно и есть Падает вышечка Дальше что А дальше не ясно Что Хекс Пытается сделать Квин оф Пейн Бутерфляй Конечно же Хочет доделать Себе лода Ну Сода с магом Здесь отбивается Ну и вы видели Что по прежнему Тараски нету У Ноуана Ну и по прежнему Паша на старме Не будет сделать Только ничего Путина Это просто у него В принципе Не плохой Да лода Дособирает Таки себя доминатор Заформируется Ну и с доминатором С баттерфляем Будет все хорошо А вот Сайленс Появляется Только сейчас У Паши Есть Ветра И Сайленс Семь зарядов Ну и появляется Также Шэдоу Блейд У товарища Братрума Не знаю Насколько полезным Будет этот Партифакт Но Что-то же делать Надо Что-то же играть Надо Дальше Не Не забивать Не переставать Вообще Верить Надеяться Вот так вот Вот так вот Там нету Ветров Да Там нету БКБ Прыгаешь Сайленс Убиваешь Квапа от тебя Не уходит Огромное же Количество Дэмэджа Квапы Есть Ветра Они были в Кулдауне Вот так вот Паша Отлично Ну вот Такие Пиков То о чем я говорил Буквально 5 минут назад Что такие пиков Это единственная надежда Которая осталась В команды Вега 15 тысяч Нетворса Это овер Многое Вы посмотрите Проигрывая 15 косарей Они идут в атаку Они не боятся Вообще Никого Ничего Ни богу Ни черту Ни советской власти Говорили в одном Фильме Про малолетних Хулиганов Что Не выкупается Пока Густав Отдает Два тауэра Альянса С вами С вами Первый контакт Немножко сплитпушит На нижней линии Эмирал Бульдог Сам по-прежнему Сидется В чужом Су Что На ладу В ладе Очень больно Но На ладу Особенно Подать До конца Не хотят Ну а Мах На ладу Сейчас Сейчас Очень много Демежа Лода Проседает Серьезно Лода БКБ Лода БКБ Баратрум Врывается Лода Прячет его В кейпе Лода Расстреливает Людей Как же мало Не хватило Как же мало Демежа Не хватило Совсем чуть Буквально Два удара Сфо Пойдет Ли за ракету До конца Сфо Разбивает Эту ракету Сфо Только крипов Может поубивать Если бы убили Сейчас Лоду Вы знаете Заработали бы Очень много Денег Невероятно Много Ну вот Она Бруда Как же Сложно Играть Против Бруды Насколько Западлинский Это герой Да Только Ты Куда Ты Ты Сразу Получаешь Паучков На свой Хайграунд Только Ты Пытаешься Ити В атаку Ты сразу Получаешь Паучков На свой Хайграунд Только Ты Пытаешься Как-то В смоке Выйти На Рошана Правильно В паучки На хайграунд Пытаешься Найти Бруду Правильно В паучки На хайграунд И Это действительно Неприятно Это действительно Невесело Но Так надо Ну что же Дабл дэмэдж У Лоды Есть Батерфляй Есть Энжин Яша В принципе Альянсы готовы Заходить на хайграунд И серьезно Драться Нету Хекса Правда У Квин Уфейн Это единственное Ростом Потай Быстро Крипов Поубивали Лода С ДД Очень хотят Зайти на Т3 Далековато Пока отсюда Находится Вега Вега Пока еще Не понимает Что к ним Будет Заходить На хайграунд Сейчас Именно По серьезному А не просто Так чтобы Размять их Пошли Паучки Есть У нас Ноуан Зашел Лода Быстро Пугивать Надо Иллюзии Вот Иллюзии Поумирали И теперь Крипов Прозвать Ноуан Еще раз Бросает Поделивит Радус Здесь Показывает Пашу До сих пор Под фонтаном Т3 Проседает Проседает Дальше Лода Может Вега Лода Выигрывает Время Лода Похоже На расстреливый Тауэр Ну и Неужели Отойдут Что Ой Есть Точнее Не шторм Ой Хорошо Минус курьер Минус курьер Там 200 голды Там варды Чьи-то были Но хекс-то уже Принес себе С4 Ну Аегис Потеряли Решили Что наверное Надо все-таки Уйти И Попытаться Попытать Счастье В следующий раз 38 минут Игры за нами Альянсы Альянсы Ведут Но Вега Не сдается Это самое главное Не сдаваться До конца Все будет Хорошо Главное Верить Чудо Или вообще Что-то Ну что Альянсы В смоке Есть попытка Найти на Сёпу Сёма Сёма спрятан Сёма видит Сёмы Здесь же Соло Полетели шарды Сёмы не отрезали Ну и Драка Не получилось Хотя Майнац Хочет идти до конца Маг отходит Отсюда тоже Тыкнули Сайентрик Чтобы увидеть Того же мага Который в Сайленте Уже немножко Начинает Берегать Пашу На топе Будет забирать Т2 Надо выигрывать Время Здесь веги В виде Ну и снизу Конечно Снизу Там Бабриха Там Бабриха Кушает уже Тауэр Знаете Мы занимались Довольно давно Стоит Умирал Бульдог И попробуйте К нему подойти Блиндаггер БКБ Кираса Уорхид Сильно Очень-очень Даже сильно Ну что Начинает попытки Затки на ХГ Стан от Лин А просто По паучкам Грузиями Пытается Отбиваться Как-то Но ладно Но Тауэр Сейчас войдет Да Лода его Расстреливает Есть Подняли Лоду Будет ли Стан Сейчас по Лоде Все Мы за Сайлент Лода БКБ Не надо было Включаться И пошел Сайлент В Все Лода Прожимает БКБ Отходят Опять-таки Альянс Очень Осторожный Альянс Я их Прекрасно Понимаю Но Как бы Не слишком Переосторожней Чертим Азмирал Бульдог Продолжает Кушать 3 500 Не знаю Что он дальше Соберет Будет ли это Бутерфля Или Это может Еще Субтэффект Очень хорошо Входит Суларинга И идти Просто Долбить Людей Его пробивать Будет Ой как сложно Учитывая Что у нее Есть БКБ Но это Правильное Решение Ну а НО1 Выходит Тем временем На Фантом Лайнс Ревайв Сходим на топе Врыв На Майнац Майнац Очень быстро Надо разорвать Тут же уже Сфорд Захиксил Майнац Майнац Есть Мека Маг Проблемы Майнац Сейвит Его Мага Поймали Да ладно Как четко Действует Таки Как четко Действует Таки И спасает Он Майнаца Пкатился Конечно за ним Майнац До конца Но догнать Пашу не получится Минус Маг Блестящая Игра От Альянс В плане Защиты Своих Тиммейтов Отыграли Очень хорошо Очень качественно И Заработали еще Один факт 22-14 Бараки Пытается Грызть Паучками Бульдог Видим Да Мансует Он Стана Ими Тяжело Будет Конечно В соло Ему загрызть Нужны Тиммейты Но и Тиммейты Рано или поздно Придут Паучоки Смотрите Какие они Смешные Тусуются Вместе с нами Эти паучоки Ладно Пусть тусуются Бурда тоже Здесь тусуется Боже Какая она страшная Извините Камерой Не я управляю Я вам сейчас Эпилепсию Показываю Потому что Дискл На эпилепсии Так СКО На топе Сейвит его Майнац Но это сейчас Забирает Паша фраг Надо еще одного Попробовать Паша Надо еще одного Попробовать Паша Цепляет Майнаца Майнаца Очень больно Паша Прежде много Маны Здесь жило Теперь надо улетать Попробовать Попробовал Но надо улетать И хорошо Все делает Паша Шикарно Вот уже Раз пять Он за игру Напрыгивал На квапу Да Дважды у него Получилось Уходить Но вот На этот раз Приговорил И приговаривал Очень четко Ну молодец Паша Старается Выигрывает время И опять таки Минута до появления Рошана Минута до появления Того же СПО Обратно на карте Может быть Стоит все таки Под глобал Влететь Как то постараться Очень быстро Выцепить Квин оф Пейн И Виверну Ну а дальше А дальше Уже пытаться Кайтить бруду Справляться как то С гирокоптером Это сложно Но это можно сделать Мега килл Паша Что творит Паша Паша Вытаскивает игру 6-3-4 Приобрел хекс И просто начинает Тащить В соляру Этот шторм Как Старый добрый Сумаил Ну что Адмирал Бульдог Продолжает Кушать Порвался Маг На майнаца Получил сайлент Здесь Паша Поднимает ветра Бруду Покатился майнац В мага Магу надо драться Магу надо драться Хотя Ой-ой-ой Нет уже не надо Пашу спрятали Паша улетает Боже какой бит Здесь Лина Стар дает Лина Ультует Майнаца Убили Майнаца Очень четко Драка может получиться Маг ворвался В толпу Пытается через всех Убежать мимо Но так не получится Квин оф Пейн Добивает еще и Лину Минус 2 делает С4 Казалось что может Что-то выйти Из этой драки Но опять таки Не было Ноуана Не до конца Паша дрался Ну хотя Вы видели На каком лоу хп Он ушел Ух Да Близко Близко были Ай Поймали Соло Ну и наверное Сейчас будет Саленс Хотя Тут Паша Паша цепляет С4 Получается Маг вирный Расстреливает Пашу Очень больно ему Паша Паша Нет Не помог ему Не помог ему Ни как Соло 50 секунд Паша не будет Надо выкупаться Бруда сгрыгает бараки Неужели вот эти Смерти нарушания Окажутся в итоге Решающими Ноуан Пошел в драку Расстреливает Шторм выкакится Шторм Здравствуйте С4 Есть Голдебрейс Засевили Пытается Аки Ноуана На себя вытягивает Фортап Делает Подальше Отсюда Ноуан Без шанса 80 секунд Нужно делать Байбэк Если хотят жить Маг разогнался На лоду Все живы Альянсы Правда Не все они здесь В любом случае Барак Один Забрали Забрали Фантом Лансера Заставили Байбэк Сделать шторма И Вега Не получила Абсолютно Ничего Неприятно Неприятная Действительно Ситуация Сейчас для Веги К тому же Появляется Рошан И очередной Серегис Будет Командой Альянс Лода Мы видим Уже Фактически Не имеет Места Под слоты Но я думаю Он их Найдет Паша Паша Продолжает Поиски Паша Продолжает Поиски Видит Майнац Улетает От него Нет Улетает Отбывается Тут Ой-ой Тут Целая Толпа Паша Бешеный Сейчас Уходит Паша С Лодой Момент Действительно Он был полезен Он был хорош Но Не пошло Не пошло Будем Надеяться Что пойдет У нас На карте Под номером Два Потому что Проигрывать Конечно же Ой Как Не хочется Ну что же Ребят 1-0 В пользу Альянс Первая карта Осталась За Вегой Всем огромный привет Кто нас смотрит Потому что У нас смотрит Удивительная цифра 33333 Зрителя 5 троечек Всем вам привет Ребята Напоминаем Через 5 минут Вторая карта Вега Альянс Потом Надеемся Третья карта Вега Альянс А дальше Хит дня Возможно И матч Недели Супер матч Между командами Нави И Сикрет Никуда не расходитесь Это будет Очень И очень Круто